так и с возвращением меня привет привет и вам еще раз скажите на самом деле по громкости скажите то что эмулятор поменялся и может быть какие-то настройки уже не активны в общем игра стала выглядеть гораздо хуже и как-то да и гораздо смешнее все вот но вроде как она работает давайте о господи солен по-моему там не было описано на этом знаке silent hill с другой стороны в ps2 версии кат-сцена мы вроде бы вроде бы идет кат-сцена я сложно сказать вот так жаль что чата в стриме нет иногда я бы этот момент с мозгом и чатом вырезал бы и пересматривал фото когда я такой мозг влезая весь чат мне пытается сказать что на самом деле это не мозг блин а слушать а вот здесь гораздо четче видно этого пирамида голову господи этот шрифт в три раза больше смотрите я на самом деле в любом случае сохраню этот момент про нас нравится вот этот вот горящее просто ёбаная ничего здесь начало с ps2 версия зале и потому что я думаю что им здесь имеет смысл пропускать кат-сцены потому что вы все уже видели вот здесь а леса чуть как-то более красная что ли как мне кажется в ps2 версия она была гораздо более коричневая темнее короче стало все далее еще больше похоже на трансвести то сообщает чате окей включить субтитры да я согласен они почему-то как-то выключились ну ладно теперь теперь все совсем хорошо ну я думаю в этот раз я не буду столько тупить и на самом деле догоню скорее всего то место минут за 10 может быть я на самом деле думаю что это вполне возможно за какие грехи мы должны смотреть это еще раз я быстро в этот раз на самом деле то есть тогда мне было интересно попробовать разные штуки сейчас я просто бегу знаю что делать я буду поскольку я быстрее пробежала прибежал пишет в чате я леса не успела прожариться достаточно все верно так это взял ну-ка на всякий случай все хорошо медием в битве ресторанов так говорили леса стала более лучше обугляться ну да вот на самом деле в ps2 версию я хотел играть во многом и потому что тут графон совершенно ну боже мой то есть вот нас да вот не зря я хвалил все-таки сервер да и за то что там была графика приемлемая потому что здесь она не очень приемлемая надписи да вот и шрифт особенно меня уничтожает о как тут освещение интересно идет на давайте проверим ну по крайней мере все не тормозит но зато господи как вы же все странно страшно и здесь это лицо уже не топором вырублен к телевизором телевизором бутылью алкоголь так ладно а может быть мне не нужно это делать может быть я просто оставлю там или меня а леса не поприветствует в комнате с зеркалом если оставлю там о смотрите как неужели про лесу что-то здесь написано оказывается было то есть смотрите она получила корочку но при этом внутри не прожарилась то есть на самом деле это и есть так начали а лес есть отлично замечательно попробую настройки ппс 2 потеребить перед следующим стримом и давайте уж лучше просто на псп-версию останемся конечно будет уродливая с другой стороны но это оригинал прохождение по сравнению с предыдущим стримом выглядит как спидран идущий на рекорд но собственно за skynda the point я прохожу тупом и поначалу я туплю с головоломками плюс мне как бы интересно попробовать разные штуки там посмотреть поискать в городе реку почитать чат и так далее я на очень много естественно отвлекаюсь при прохождении поэтому они ну затягиваются гораздо больше перед чем по сравнению с тем чем они могли бы быть блин карта другого цвета совершенно и так по-моему здесь ничего не было на самом деле почему фонарик светит назад да здесь вообще чутки глюки с фонариком конечно эмулятора случаются но с другой стороны фиг с ним мне не нужен фонарик на самом деле самое занятное что как бы с выключенным фонариком в ps2 версии не было видно вообще ничего в псп-версии как-то все точнее ну как в dx11 версии здесь господи шрифт вырвиглазный совершенно так чё тут у нас тут надо ввести код age before beauty ну и чё там было 19 23 и 31 типа нет да или наоборот может быть там 31 23 и 19 точно чувак любил милфов ладно смотрите я срезал путь с тем что запомнил все эти в телевизор так блин я еще две комнаты пропустил да надо зайти здесь нет раз нет нет уходи здесь тоже не так здесь вроде бы все значит то что я блин значит я пропустил какую-то одну комнату судя по всему просто потому что мне нужно яйцо а мне есть яйцо пау окей то есть эмулятор мне теперь показывает как любопытно он показывает все картинки моих дефолтных айтемов но не показывает ни одной картинки из новых айтемов с другой стороны а вот теперь нормально я же еще могу осмотреть теплое наприкосновение оно больше чем куриное яйцо хбф бьюти одну до бифор ну все нормально в такой версии игра выглядит так будто ее реально делали в 99 только делали люди с синдромом дауна пишут но с таким сценарием ну ты даже сомневаться не приходится так быстро 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 чек селек юз они его рубят во время вставления яйца во время анимации вставления яйца боже мой блин здесь даже не уместилась с таким шрифтом на одной странице и инсайд стиви литл хенри люркс окей или здесь что-то еще надо было взять черт или вот здесь я собирал так мне кроме сердца нужен вроде еще какой-то один айтем где-то так ладно сейчас проверю по-быстрому как я почитаю чат что символизирует боязнь тревиса перед зрелыми женщинами да может быть в туалете мне найдется что-то орган какой-нибудь господи я серьезно это символизирует конечно то что он бегая со всеми этими бутылками алкоголя смывает свою печень в унитаз но так ну окей все теперь теперь я просто и быстро до собираю уже все остальное так у меня к ключ от этой комнаты я беру там еще один ключ и вставляю все органы на месте может быть на сценаристом давлял японская скрипка то я зашел на википеде на страницу википедии короче этой игры вау какие глюки чудесные час и там вообще пишут эти диванчики такие уютные что они поверх в общем википедия мне сказала что вообще весь сценарий и дизайн этой игры был написан за ней все все было сделано за неделю и типа японцам это наверное типу они утвердили потому что им понравилось сантин тут metroid prime 2 что ли с двумя мирами ой слышите вот это хоррор конечно да мне надо до собрать эти даже не буду чинить потому что если если эта игра не будет глючить она будет настолько скучно и что что так спасибо камера камера к хорошо давайте вставлять так окей окей еще выклыли глаза господи боже мой вот это ни одного вообще вопроса то есть ничего вот человек просто проезжал мимо города спас девочку решил поинтересоваться где она что он делает он вламывается в госпиталь будешь руки в этом кино глаза блять я я не могу почему нет у меня нет представления чем и теперь делать может быть мне в альтернативный мир и в единственную закрытую дверь постучаться правда там две медсестры они и меня уже ждут я очень не хочу их убивать потому что воевать в этой игре вероятно просто уныло портал в другое измерение находится в женском туалете наверняка в школе просто все так думали на запретный женский туалет там наверное творится что-то удивительное грандоса из да вот почему женщины ходят толпой в туалет но может быть чтобы чтобы их не зарезали вот такие вот так а чё здесь за мидов а из ну да все хорошо спасибо я понял глаза не зря я сюда нес глаза глаза я использовал класса ой можно да спасибо не хочу с вами общаться медсестры смотрите какой тонкий комментарий то у этой медсестер нет глаз какой же монстр мог это сделать на самом деле зачем undertail когда когда silent hill origins на самом деле говорит тебе что монстр это ты потому что ты вырезал ее глаза мог бы не вырезать глаза мог бы не продолжать играть мог бы не начинать играть мог бы не покупать эту игру вообще мудила меня не убили надеюсь а я просто она меня вбила в она литерный вбила меня в дверь окей хорошо так так ну как вы бесить кажется мне мало здоровья кажется мне очень мало здоровья я в дверь хочу вообще понятно ладно где а здесь больше ничего нет здесь больше ничего нет окей а что я взял я ничего не взял стоп не серьезно я взял в той комнате скальпель и больше ничего так нельзя зачем телевизоры собирать чтобы с их помощью убивать медсестер что вы ника так не делали это стандартный делок для посетителей для посетителей женских туалетов вы заберете туалет берете в этих туалетах тостеры и телевизоры и в пиздите медсестер слушайте вот это сейчас на этот монстр показали как михаил 20 лет не понимает что происходит портативный телек но не такой уж и портативный забить оружием уже не как я просто я очень да я очень не хочу тратить лишнее время на этих проходных монстров яка бля я когда просто проходил собственно единственный свой раз эту ужасную игру я убивал их всех потому что мне бесило то что они в узких коридор как добить как добить серьезно вот блин он пердит меня по-моему не но даже не должно быть какое-то добивание здесь в этой игре я просто я понимаю что мне кажется что чего-то не умею делать то что когда они лежат я должен их добивать я подхожу к ним и жму кнопку действия и ничего не происходит блин если сейчас кто-то мне подскажет я буду благодарен тушьми это еще главврач пришел ну да а то есть вот я три раза его просто побил кулаками об стену и на какая разница он даже не посмотрит на этого главврача и получил кусок будущего что это это кусок будущего ты что было это за штука про медсестер я уже не спрашиваю про людей не спрашиваю про потусторонний мир я не спрашиваю это не происходит даже монстр такие же убогие как в хоум каминге мне кажется этот час монстр был сайлент хил 2 на самом деле абсолютно лайн фиге им дан хер все то есть просто он сделал свое дело мне кажется сейчас такое ощущение как будто кат-сцена прервалась кстати я чё-то я я не понял разве не дал то есть это как будто диалог не закончился я начинаю думать что может быть действительно что-то в эмуляторе не то но и отчаяния парк лиза да не ну серьезно что-то с лизой совсем страшное произошло дак от сцены глючит ну-ка я даже не знаю так окей я решил перезагрузить сцену у меня все зависло окей ладно не стоило этого делать не стоит играть с огнем так давайте попробуем еще раз может повезет так что чат говорит тормозит видео ну ладно окей да бывает их лица просто прекрасны да леса смотрит на него с осуждением как бы она же говорит я же тебе говорила дай мне до коптится ну да ну да лиза тут конечно лпн никого не я не потому что это аббревиатура кстати может значит вообще да 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 с катсцена в обрубилась реально отстой отстой я чё то я не ожидал такой подлости гул на youtube смотреть кат-сцену но акшел и акшел и я даже не знаю что же делать то что же делать я же естественно игру ради кат-сцен прохожу возвращайся на ps2 но на ps2 мне вся игра будет тормозить она psp у меня получается скипаются кат-сцены которые ну вроде на первый взгляд нормальные да но оказывается ненормальный господи портабл тв или тостер что же мне выбрать играй на psp блин ну чё-то это к это так не годится что же делать то что же делать то шо 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 мне делать блин обе версии одновременно silent hill town of inconveniences слушайте супер я когда входил сюда здесь был другой автомат кстати то есть было да это же даже не альтернативный мир это тоже самое здесь же было написано или это я или это ps2 присмотрелся там же был написан какой-то кул кола я еще офигел от того что это такое дерьмо с неинтересным названием пишут что может быть только с этой сценкой так я сомневаюсь ну ладно давайте мы оставим эту сценку что окей кто-то закрыл единственную дверь на выход ну давайте пока что до пропустим эту сценку я просто придумаю в следующий раз как это все посмотреть отдельно сейчас пока попробую сколько-то пройти а то и так у нас столько наверное мне надо через дальний выход столько неудач с этими эмуляторами а а теперь он открыт дизайнер кат-сцены голосом героя сказал а им дам и ушел домой 3 муглировать эмулятор ps2 чтобы не тормозила и выглядела норм но я боюсь что это не очень возможно помните как мы сколько мы пытались evil dead заставить нормально играться ничего не получилось то есть она и выглядела как говно и все равно тормозила не на точно это монстры из второй части вообще это вот мне мне как бы не нравится что поскольку эта игра она каноничная да это как бы нам говорит что на самом деле вся вот это вот болтовня про то что lying figure это чисто кошмар джеймса что он там олицетворяет его импотенцию и прочее да хорошо это это все короче чушь потому что lying figure были а это просто другой стороны были в городе еще до джеймса задолго еще до того как в городе какая-то чертовщина началась потому что ну вот пожалуйста не хочу ли я постримить первые две части якудзе ну они во первых гигантские совершенно по длине во вторых я не уверен то есть мне в свое время очень так это что он просто он просто не идет туда из этой херни вообще нет на карте но она есть на самом деле и он не идет туда каким дизайн я пытаюсь камеру ему за спину передвинуть когда можно будет ждать лонза дарк 2008 честно я теперь не могу сказать уже этого никак не знаю сейчас не скажу как 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 только что-то какие-то планы появятся я конечно об этом заранее постараюсь сообщить но на данный момент таких планов уже нет на ps2 можно настройках выставить в skip frames 2 чтобы в два раза было меньше кадров и должно быть быстрее но давайте я после стрима я попробую вот пишите конечно еще если есть какие-то интересные предложения насчет того что можно сделать предлагать блевать в камеру не стоит я почитаю я попробую сделать может быть skip frames попробуем то есть я не хочу это сейчас делать в прямом эфире просто потому что это ну не очень здорово реально заставлять вас смотреть на сраные менюшки честно вот мне реально такое ощущение от из там ничего нет у меня такое ощущение что мне нужно то как-то вот через этот вот закрытый магазинчик пройти джеймс просто марафонец по сравнению с этим чуваком джеймс мог убегать от этих line фигуров как когда вообще как у когда угодно и как угодно трэвис они даже догоняются оскорбительно так и что и где она тип на эту улицу я чуть почему-то мне казалось что надо пойти через бутчера но просто чтобы чтобы познакомиться с ним так ну ладно давайте поболтаем выбил я платину в якобы за 4 меня спрашивают нет потому что платина там в первую очередь завязана на мини играх я мини игры вообще не хочу мне я в якобы за 4 играл ради кинца и получил от кинца удовольствие а вот же бутчерс то блин чё я такой тупой ламберьяр там было это бутчеры но кей да и в общем я получил фан я не хочу с мини играми там заморачиваться совершенно спрашивают про овервотч то мне нравится овервотч я бы его я хотел его стримить да но вот у меня почему-то на компе такая дрять с ним произошла я не понимаю это слишком какая-то разительная перемена то есть у меня там не знаю может быть там 45 кадров без стрима и 15 со стримом у меня так настолько тормоза нет нет нигде вообще не появлялись от этого так skip frames пишут люди не нужно это такой же пропуск кадров плавности не будет не но я даже беспокоюсь не о плавности о том что он у меня игра медленнее идет в таком случае я готов в принципе пожертвовать какой-то плавностью ради того чтобы игра шустро бегала мне фреймрейт ну не так важен в данном случае это уж в таких блин играх которые так выглядят и так играются да чё-то мне кажется что это это катсцена решила прекратиться сразу же кадр сказал и исчезла видели этот маслянистый попец да это слипперы слов нельзя дрочить на монстров и салент хилла после этого можно скатиться до чего-то непотребного тыс из афу я на конечно в этой сценке я зарубил бутчер нет я до следующего стрима или найду способ посмотреть как-то эти сценки или вы просто здесь или на найду способ заработать чтобы это все заработало или найду способ способ найти или найду в себе силы бросить эту игру и начать хоум каминг но вот это вот я просто вот от этого в восторге это ужасно она разрублена напополам сказал он делая что рубя их всех скальпелями крючьями тостерами телевизорами то есть то что он с ними делает это не оффл это блин слушайте-слушайте вот это сейчас это я обожаю это сейчас вот то что я посмотрел на кувалду в адвентаре навеки отпечатала кувалду господи даваем фонарики это потрясающе вот в крайнем случае да если у меня не получится заработать заставить заработать не ту не другую игру я просто устрою не длинный стрим наверное с ютуба с комментариями просто посмотрим вместе все катсцены из игры потому что честно на катсценах ну тут тут катсцены такие что приходится орать вот в любом случае цель моя сейчас это просто показать вам что эта игра говно не только сюжетом она полное говно и по геймплею и по в плане того что у ее создателей какое-то полное отсутствие фантазии вообще ух ты она сейчас спит вау это все напоминает пиратки из двухтысячных из которых вырезали ролики чтобы на болванку влезал образ из которых вырезали глаза подбережь так homecoming с русской леозвучкой ну я хочу все таки с оригиналами проходить раз уж я ругаю эти блядские игры я считаю что надо все стараться да японские за оригинал не считается просто потому что никто здесь во первых особо в японский не умеет ну и во вторых потому что кстати озвучка же все равно по умолчанию она англоязычная люди анализируют игру и понимают оу а ю к слушайте ну вот мне кажется главное что главное условие вообще для монстров в хоррорах должно быть что они не должны казаться убогими и смешными и сайлент хилл в этом плане полностью проваливается ну вот уже даже ну можно сказать с первой части где птицы летали постоянно типа тиродактиль не могли на тебя попасть и клубничные собачки и так далее но особенно со второй там где вот появились вот эти человекоподобные монстры которые ходят с руками в карманах и колбасится и ползают и блюют и вообще но вот это вот это гигантская туша с мордой на земле которая не может эту морду блин поднять ну эээ ну эээ дальше люди сообщают что им кажется что просто из-за того что у трэвиса проблемы с барышнями он и гоняется за лесой потому что она хотя ему и сказала нет но она не смогла сопротивляться когда он ее начал трогать писал я и апокриф по сайлент хилл если да то где почитать на самом деле если вбить в гугл слова апокриф сайлент хилл я уверен что первая же строчка выдаст то что нужно то есть все есть в интернетах на и джене она есть и по не знаю на геймленде ну геймленд уже вздох как раз так что не знаю так меня спрашивают правильно ли понял что не смог настроить сайлл оригинс на ps2 эмуляторе с этим трудности то есть да она шла вообще совершенно идеально в то время как здесь был ну вот день как сейчас но на фонарике она сломалась нахрен и упала до 30 fps и начала мало того она еще точнее нет на фонарике в хардвере режиме она начала показывать глюки а на фонаре а вот на таких ну в софте режиме она в принципе выдавала где то порядка 40 fps ну у меня не топовый комп конечно но с другой стороны это не топовая игра блин и evil dead fistful of boomstick это тоже не топовая игра и она потормозила еще жестче вот я не 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 то чтобы я особо настраивал просто фишка в том что я запустил ее на эмуляторе посмотрел на первые сценки и подумал что как бы если туман и огонь работают нормально то беспокоиться не о чем серьезно это нету надписи кул кола неужели они ее придумали чисто для ps2 версии монстр пишут это биопылесос окей вот приходит трэвис в новую локацию его ничего там не интересует то что ничего вообще не интересует все все бесполезно для него вот в общем суть этой игры она заключается в чем примерно лиза с ним что это вообще за место я даже не понял куда я пришел это выглядит как какой-то конвеншен центр гигантский что там седер санитариум а не правильно лиза сказала что есть другая больница и он просто пошел в другую больницу female wing да да как трэвис не попадет в female wing какой монстр и солен хилл был действительно криповым я бы сказал что двухголовый ребенок на курьих ножках из четвертой части он действительно криповый да вот это реально вот видно что этого монстра ну пытались дизайнить как-то ну то есть пытались с ним вообще что-то делать и и вот ты смотришь на карту этого госпиталей думаешь вот все то все то о чем я ругался вот когда играл в предыдущей части я смотрю на эту карту и я понимаю что вот ой все то есть вот вы смотрите смотрите на это все и вот еще вот на такой подвал неебический а и понимаете что у этого всего есть еще и альтернативный аналог есть еще и альтмир для всей вот этой ёбаной карты и что все это это все коридоры комнаты сломанные замки коридоры комнаты сломанные замки монстры в узких коридорах кити медсестры блев в камеру и так далее в общем это кошмар наконец-то какая какой-то личный комментарий от трэвиса здесь мы узнаем что ему никогда не нужен был не нужно было кресло каталка вот это да сегодня мы очень многое узнали с 3 маятник и киповый потому что у них дизайн ебанутый совсем ну да я я тоже согласен все время вот так говорил вот именно об этом что пендул мы там впечатляют вот так вот вот так вот окей это катсцена прошла нормально how does this make any sense то есть лизу обрубили на половине бутчера обрубили сразу же отдали и дали договорить окей окей блин это ужасно это все это все ужасно пришел какой-то новый человек в чатик и пишет кто комментирует игру ужасную вообще рот не затыкается портит атмосфер извините я я тут на на портит атмосферу я немножко сломался потому что мне кажется что если бы я молчал то было бы ну совсем грустно потому что черт возьми в этой игре не то что ничего хорошего нет в этой игре все такое тут такая говнина что просто него невероятно вообще мне уже пишут что да возможно придется раздавать права модератор но может быть но мне кажется пока пока у меня в чате так все это выглядит прямо как какой-то сатанинской это господи господи монстр стал прозрачным и заглюка эмулятора это же замечательно я в восторге давайте еще чем такой красные штука была похожа на сатанинский знак самаэля метатрона метатрона господи я сейчас тут просто вот не от меня атмосфера сломанных дверей куда если кому-то не сложно в чате добрые люди кинули там ссылки на настройки эмулятора ps2 и советы там по включению или отключению скиньте мне их пожалуйста в twitter как-нибудь я посмотрю после стрима тогда посмотрю как мы смогу ли я настроить ps2 версию да попал покопаюсь в ней вот и если смогу то тогда я на нее переключусь окончательно что железные легкие посмотреть на железный легкий телефон да давайте просто оверлоудим все как было написано в этом документе фамицу поставил 30 из 40 ну кстати для фамицу это супер мало с политика я разгадал головоломку вот это то железная легкая что-то выплюнула и это ключ это ключ от подвала что же еще да конечно блин сделай тупую хуйню получи ключ от подвала да ладно наверно обойду здесь все двери сейчас посмотрю помните как в четвертой части эмулятор сорвался мужика текстуры блин я уже забыл ну-ка а это он сейчас блин это реально летающий корсет какой-то класс символичная очень загадочка когда как правильно отмечают тут все супер символично и теперь мне наверное надо символично бежать в подвал потому что это что эта игра дно оценка все равно больше чем у рейсинг лагун ха 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 да да рейсинг лагун это реально одна из чуть ли не прям чуть ли не самых низко оцененная игра в мире вообще смысле я имею ввиду из того что фамицу оценивала ну да и джен поставил 80 10 так не только вот в том то и дело что если вообще посмотреть по средним оценкам то волосы встают на лапке и убегают по коридору вслед за вот этой вот хуйней пылесосами так головоломка больше в духе резидента абсолютно я уверен что в каком-то резиденте даже по моему в третьем была совершенно идентичная штука то есть они не постарались даже вот в этом вопросе то есть хотя казалось бы сделать головоломку вообще даже в отрыве от всего какую-то ну простенькую но хотя бы интересную оригинальную это было бы но очень легко то есть для этого тебе не нужен даже никакой там креативный директор тебе нужен просто один человек который придет и скажет чуваки я придумал головоломку здесь слушайте вот это меня не отпускает я здесь ничего интересного не вижу и судя по тому какое тут все пыльное я не один мудила блять ты один во всем городе все остальные это монстры блядки вакуумные блин пылесос и летающие корсеты и мне напоминают про то что для стрима таких крепких середнячков для псп как сален хилл режим заветер бежда не помешало бы вебка но у меня просто но я не слишком накладно и и настраивать я попробовал сегодня и взять поставить во первых мне фой ебалет очень не нравится во всяком случае сегодня и во вторых очень неудобно надо и на что-то прикреплять надо как-то все разворачивать ну слишком слишком сложно ладно я нашел себе оружие мечты просто развився у фанбоев origins считается чем-то хорошим но на это есть два ответа во первых origins сделан из того говна которые фанбои боготворят тут просто все все скопированы можно сказать вся механика скопирована с тех частей которые на фанбои молятся во вторых и покойте корсеты во вторых игре все-таки поставили высокие оценки многие и единственное как мне кажется что в чем фанбой вот это вот упрекает это собственно в том что это не тим сайлент это не японские разработчики значит тут недостаточно философии так меня спрашивают что там после саленд хилла что дальше может быть сильно что-то хорошее господи ладно давайте попробую через жопу добежать туда хотя бы посмотреть мне туда надо или нет я еще не давай сразись со мной капельница вот эти 100 я не могу отойти в сторону в душу он косоропый от тебе еще капельницы ты господи где у нее жопа то а вот это жопа давай давай добивай добивай там же было написано что а класс по суше все монстры в этой игре убиваются если их повернуть в мордой к стене и пиздить кулаками мне даже интересно величестве жопа смерти ничего не смогла противопоставить моим кулакам так пока тогда пройдет но все соли ты уже новая часть выйдет о ну да но починка уже вышла на самом деле люди пишут что какие-то критики жаловались на даун пор из-за дизайнов монстров они блять в эту вот ебаные говно вообще играли так тебя не блять как у клауда в ремейке ff7 окей не я более опухший то есть и вот опять же головоломка с трубой в которую что-то надо слить сервис ли тут все сделано из копипасты вся игра ничего в ней вообще оригинального нет ужас вот хорошие игры тут как я уже говорил я хотел постримить овервотч у меня не очень это получилось я бы постримал что грэви тираж просто не очень интересная для стримов игра потому что в ее экспириенсить стоит они смотреть и как бы все равно все что там самое крутое это именно полеты а полеты показать ну 10-15 минут эксайтинь вы знаете вот подобный сегмент вот бег по какому-то длинному прямому коридору в подвале отлично было сделано в такой игре как лон сурвайвер которая вообще двумерная вообще даже на самом деле на самом деле даже карта этого подвала честно говоря мне напоминает лон сурвайвер но все проверил хорошо это что в нем же какая-то бумажка ну чувак хорошо с такими фан боями не общался ну блин фан боем эти фан бои жрут то что в первых четырех частях они считают это за эталон оригинс по сути это вот ответ на такое это оригинс берет все что есть первых четырех частях и просто засовывает их и это это все в себя мне нет ничего нового даже строю трубы жди пока наверху смоет мне писали когда я проходил мимо трубы классная идея что насчет watch dogs честно у меня такое ощущение что это игра вообще никому не интересно ну включая меня самого потому что по моему это такой очередная игра но не от юбисофт в только теперь в современном мире в которой ее главная особенность это унылый гиммик даже не будет комментировать эту куклу как насчет данганрон по ну во первых она очень долгое во вторых она сюжетная в третьих там особо даже нечего комментировать я бы рекомендовал самому пройти учитывая что она выходит на пк но это ну вообще всем супер легко сделать это по сути в н к там геймплей особо нет вот так что да я рекомендовал бы это как нибудь самостоятельно как игра про психологизм могла скатиться в такое а все очень просто потому что у тебя разработчики делают игру в которой как игра полное говно но к ней прикручивает интересный психологизм смотри вторая часть что делают после этого у тебя копируют просто механику и а механик это говно псих психологизм то пытаются но у них не получается начни даже не то что пытаются мне кажется здесь тоже просто для галочки прикрутили эту детскую травму трависа и прочую в итоге когда тот же барлоу ну действительно постарался да и в плане механики и в плане извините психологизма но у него все вышло отлично у джаспера берны есть помимо лон сувайвера фанатских граммов добрый вечер кей хорошо ладно провествование бля из десяти просто вот это это бля из десяти вот моя оценка тому что сейчас было даже не какая-то катсцена ничего я иду по какому-то нерелевантному очередному коридору номер 120 миллиардов и мне по ходу тут говорят что мамаша героя его ненавидела и сдохла после этого наверное папаша тоже повесился вау так ладно я не успеваю читать чат поэтому я наверное это его сейчас почитаю побольше так на форуме который был расшивался сален пирамид там все после четверки материли ну да тем не менее все то что в оригинс номинально есть она номинально абсолютно соответствует первым четырем я взял ложь я не могу все равно 4 лет хорошо если так ну да юбисофт и вышел assassin's creed про ленинскую рашку судя по обзорам он не веряю дни нереально уныл и ленинская рашка уныло и bring me my son и беда мари и пастер дебек майсан и сюда я даже не могу посмотреть блок в туалете хидеки камея так чё тут давайте почитаем чат в чате возражают что вторая и четвертая часть про психологизм 4 х4 просто хуёвая игра с проебанным потенциалом я честно говоря не знаю я не вижу там особого психологизма потому что извините меня но комната моя мамаша я буду ее воскрешать обрядом это не психологизм единственный вообще у кого там какая-то хоть какой-то намек на психологизм был это салливан и и он ну просто чрезмерно ебанутый даст так ебанутый что что я бы не сказал что это какая-то психология это просто вот не знаю очередной оккультизм и прочее дерьмо давай тогда лун сурвайвер мне предлагают может быть вообще очень хорошая не хуже феникса райт и zero escape я бы сказал что хуже но она более как сказать она яркая очень но при этом конечно не знаю я и мне я сильно недоволен концовками в каждой части и поскольку для меня концовка во многом определяет все что есть я как бы ну да я не сильно хвалю танган ронт а вот что насчет zero escape но во второй части тоже конечно все хреновато но я бы сказал что танган ронта на уровне верча злась reward может быть ну то есть много претензий но в целом интересно феникс райт первый мне на самом деле очень сильно впечатлил я бы сказал что он очень крутой и лучше всего ну последний феникс слабый был и возможно данным ронта действительно можно сказать что она получше просто на что она поярче так не кидают ссылку я так понимаю на это самое на silent hill от джаспера берна ну хорошо я можем так я вот бегаю 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 собираю него блин у нее он он был водителем грузовика но со временем он сам превратился в грузовик это все такое господи у меня ассортимент и большого в магазина домашний утварь и сейчас с собой так что-то мне спросят кеннис пикинг еще он и яски сантин голгохед имплей не щит и гейманом бор голон чё там психологизм в том что игра строится вокруг внутренних переживаний уолтера причем в буквальном смысле он из этих переживаний создает целый мир ну хорошо я согласен что есть потенциал но мне кажется что на самом деле как-то стоило все же делать акцент на его переживание а игра делает акцент на том что он ну собственно делает на обряде обряд это пиздец и поэтому все что примерно происходит это и на самом деле Я пропустил эту дверь. Ага. Разве смысл всех сайлентов не в том, что город заставлял страдать за грехи? Да вот, как бы, наверное, хуй, потому что честно говоря, это смысл только второй части, ну и даунпор. Всё остальное... Nope. Блять, я подхожу к какому-то сейфу и думаю, сейчас герой посмотрит на него и скажет, какую ублюдочную головоломку мне нужно решить, чтобы его открыть. Герой берёт и кладёт его в карман. я не знаю как это симулятор грабитель с уже так в доктор зафис я чуть тоже не стучался а я стучался там была записка понятно давайте постучусь чтобы на карте отметили да ладно побегу дальше так сайлент-хилл 4 просто не должно быть сайлент-хилл там это было просто кривоватый хоррор с определенным потенциалом ну честно разница даже ну то есть я не спорю что меня несколько триггерит то что это называется сайлент-хиллом и вот то что вся сайлент-хильность там притянута за уши это ужасно но на самом деле она ничего не приобрела мы не потеряла наверное от того что она стала сайлент-хиллом в плане того что ну как бы это не помогло бы есть ее потенциалом это не сделала бы ебанутый обряд менее ебанутым и унылым ну-ка я уже начну играть в trails in the sky ну не знаю не знаю я пока что у меня с работой небольшая просто головомойка полнейшая я не готов садиться за какую-то толковую сюжетную игру где нужно много времени и много внимания к сюжету пока что нет вот так же как я пока что ничего не могу сказать про илона the dark и так далее так подбирает вещи не выпуская из двух рук свой ебаный этот сейф шкафчик жаль а леса и нельзя было пиздить да окей я думаю эта штука сейчас как-то уедет наверх там обрушит на меня потолок потому что это ловушка ну нет это просто еще один ключ поищен белом минске доктор хэрис с деки окей да доктор офис доктора был закрыт и я сейчас так ну после этого данжена я закончил на сегодня я надеюсь что мне не так много честно говоря то что я уже обижал так до хренища где же поищен белон games где же это может быть а это был всего лишь когда мы смотрели на этот а это был всего лишь один этаж да это было прямо там где куда я прибегал то есть я блин просто не обыскалась одну комнату и все все это время ходил зря ну о вэл так да после этого трэвис все кладет в грузовик и начинается silent hill racing club мне еще до хренища бегать сообщают ну да ну то есть ну блин вот эта игра ну то есть вот вот не знаю вот мне хочется прийти к людям которые оценивали эту игру в там 8 и кто-то наверняка даже 9 баллов и и вот спросить их из this fun degraded драматик ли in the last few years качество сайлент хиллов деградировала их упор на альтернативный мир стал еще более окутовым и она проводит все больше времени в каком-то кататоническом состоянии все про серию сайлент хилл и 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 держа в двух руках ёбаный блять шкаф он берет руками шоткан мамка напала на трэвиса и теперь он боится взрослых тетенек и тянется к маленьким девочкам все так очень нравится описание пистолета объясняющего почему герой всегда стреляет точно хорошо давайте почитаем объясняю описание не явно это наверное не тот пистолет этот пистолет жалит не я продолжу сходить со шкафом потому что это удивительный просто окей просто вот что мне еще хочется отметить на этот счет что вот эти тыканье в сломанные двери постоянные она возможно как-то вот по геймплею даже напоминают какие-то кликеры тупые то есть ты просто долбишься 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 хотя какие-то циферки идут но в кликерах да здесь у тебя просто на карты на карте у тебя дверь отмечается не это словно ты ее проверил молодец проверил поставил галочку ним о да 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 все поставил галочку ура ускорение по умолчанию на рт висит не я переставил управление сейчас я уже не буду я уже сейчас ну заканчиваю то есть если я в течение минут до 15 ни к чему не приду как говорите я ни к чему не приду ну значит я просто брошу я посмотрю если вы мне скинули в twitter спасибо посмотрю смогу ли я настроить ps2 тогда я к следующему стриму догонюсь примерно до следующего интересного момент я принес тебе твоего брата шкафчик ну давай давай так не как те люди в пятерочке которые не берут корзинку до входе да это сплошная пятерочка вообще да написание пуль есть давайте посмотрим трэвис носит весь свой инвентарь в сейфе в рук до положил все и ну-ка средства новый дизайн энерджи а это же это же да это не хелс дринк этом энерджи дрин дайте вместо того чтобы бегать по коридору 2 читать описание напиток с пинком ну понятно энергетик который он пьет окей витамины ладно не чтобы сказать что аптечка в машине должна быть не ничего интересного на патронах уэл люди пишут у меня было написано что пистолет очень точный так вот может быть русская версия была не такой уж и хороший принесу внутрь опять зашел я да да я бегу как старуха с кастрюли из дедли приманишн абсолютно точно да мой парк из галеньку так что у нас здесь до поставил галочку поставил галочку давай в стирку понесу все свое да стирка открыта ну 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 но это был хелс дринк всего видишь уж это мигала на чего это игре гомеопатические микстурки восстанавливают жизни но потому что игра про оккультизм ну собственно вот весь сторителлинг ты бегаешь в какие-то нерелевантные ничему места за лесой там оказываются бумажки из 30-летнего инцидента про сошедшую с ума мамашу зачем ты еще за да и про просто и чтобы наверное типа никто не догадался каждый раз именно фамилии это цензурится поскольку все знают что героя зовут трэйвис грэйди каждый раз когда упоминание что мисс грэйди заточили под арест везде квадратики уебищные предлагаю достать коры из кармана грузовик и уехать ага так этот стрим только на твиче или где-то еще идет тормозит блин только сегодня тормозит или вот как вообще-то равна ведь я просто не знаю вроде бы приду в предыдущие разы то все-таки как-то нормально было я стримлю только на twitch ну как-то привычно уже вот так меня спрашивают взял ли я платина в gravity rush нет я пока еще нет я не уверен буду ли я была брать вообще платину и я у меня пока такой цели нет я не уверен хочу ли я перепроходить все испытания на золото но если это единственный трофей который мне останется то я подумаю и теперь эти гигантские все коридоры подвалы и прочее надо обходить еще раз с возможностью телепортироваться в еще одну копию таких же гигантских ебаных коридоров вау я вернулся в то место где я уже был и что и зачем в новом сайлент хилле придется искать обрыцки адовых обрывки адовых цветов да чекаешь по моему не знаю был ли хоть один успешный хоррор который испытала успешно как-то современные все ну как-то вплетал в повествование я имею ввиду хороший хоррор они фильмы типа там как там было ввв фир.ком что ли я смотрел это такое говно в общем да настоящий герой ладно сейчас в альтернативном мире альтернативный т.д. хвалят эту игру никогда так чё тут ухты новое дуплища он чё ты глава он еще главный говорит про пайпс дрейнинг для он хотя здесь все выглядит как какой-то я даже не знаю как что вообще трубы туда даже не ведут вот в эту хрень ладно окей ладно сейчас потихоньку тогда закругляемся давайте я я не знаю я просто побегу еще здесь по отвечаю на вопросы и блин какая же как как же все долго и нудно и ужасно причем вот я кстати что хочу отметить здесь что в принципе игра выходила на псп и на псп же ну ой это было не жопа у нее а на псп не так наверное болезненно воспринимается то что она такая нудная однообразная потому что ну блин да да вот это просто я не знаю я не могу и отбежать стороной в этом коридоре она прыгает пиздит меня в лицо после чего прыгает пиздит меня в спину дыра прыгай в нее бросай туда сейф я хотел бы но он же не умеет так давайте я поброжу по подвалу раз уж я туда пришел заметьте как тут мало монстров ну вот честно да хоть что-то хорошее потому что блин вот особенно от этих жирных уродов в этих коридорах я чё-то не представляю я честно пытался обойти его стороной он развернулся быстрее вообще чем я прошел мимо него и и боднул меня в очко так а стоп я все вообще обыскал вот линии вот и вы что вот вот что наверх меня не пускают здесь в принципе могу через пациента выйти наверное что мне вообще войти мах вот зачем я это все делаю то есть пока что все вот я тупо полтора часа бегал по одному по одной локации и дергал за дверь и это все чего я добился за все это время и по сути единственное отличие этой части от предыдущих четырех ну ключевое заключается в том что тут чуть меньше монстров чуть больше унылой беготни и ну и все на самом деле так ну ладно давайте я наверное закончу здесь здесь как-то уютный склад я буду смотреть на себя в зеркале как я как будто у меня два сейфа так будут ли еще апокрифы я пока что не планирую может быть я напишу цикл колонок но я просто пока не знаю с работой как разные вопросы я замаялся совсем я про меня просто погнать счет апокрифов просто нету какой-то подходящей темы это все же апокрифы это это материалы они такие реакционные то есть я их пишу в ответ на что-то вышел mass effect 3 у меня бомбанула я написал почитал форму про silent hill у меня бомбанула я написал вышел ongs 5 но вы поняли да вот так что хуже resident 0 или silent hill origins origins это просто ёбаный пиздец нулевой резидент просто пустая скучная неудобная игра silent hill origins в плане сюжета не просто пустое говно она еще ебет первую часть и она еще и полностью на всем паразитирует и она еще и затянуто невероятно и дико не неудобно вообще то есть все все грехи вообще всех всего всех вообще так подобных игр они все тут есть так какую игру ждешь больше всего в этом году из больших проектов блин я забыл я чё-то же чё-то ждал но но очень скоро я если тоже скоро выходит я жду fire emblem фейтс она достаточно большая говорят что в ней хороший геймплей при том что сюжет продолжает быть виа бушным говном с дейтсимом ну увы так ну давай давайте что еще меня спрашивают можно было залезать ночью в разрушенные здания с псп и покручаю погружаться в атмосферу в 4d а можно было залезать ночью в такие же здания без псп и погружаться в атмосферу еще больше потому что блять везде пусто и уныло трэвис в этой игре фух свою ищет или что-то еще нет он все это время все это время он пытается понять что с а леса и которую он уже вытащил из огня все это время на чем я так мало на игромания ну так получилось в смысле я иногда пишу тексты но вообще я основных в основном как бы занят другим на так ну и в 15 я жду конечно но это да я я сам что да вообще может выйти извините да много многим фанам origins нравится больше чем down пор отмечают в чате вот вот да вообще да и это ужасно потому что down пор это очень это очень хорошая игра прокомментирую его fashion sense ну блин он дальнобойщик that's about it про overwatch скажи подробнее классно интересно вот все персонажи нравятся ну кроме снайперов на принципе снайпера ника не нравились все оригинальные все какие-то свои подход свой к игровому процессу но все хорошо ну местами конечно у меня есть претензии к тому что могут творить разные нехорошие люди например там ставят на летающие платформы турели или снайпить как-то совершенно непотребно но вообще в целом я получаю от игры много удовольствия и я буду в нее я думаю я буду в нее много играть как я много играл и играю до сих пор в тф2 ночью я бы сказал что это такая игра которая вполне может стать на равных с тф2 и возможно там в будущем развиться во что-то еще больше вот так что все хорошо жду ли а dark souls 3 да да я я специально не возвращаюсь к blackborn чтобы у меня не было опять перенасыщение вот этим всем я хочу чтобы dark souls 3 меня тоже как-то впечатлила я надеюсь что в ней будет более вменяемый сюжет на самом деле нет не надеюсь в общем хочется чтобы она была честной и увлекательной вот так вот про игры кейджа apocryph знаете вот как выйдет этого detroit его этот мне кажется вот тогда может быть будет иметь смысл там не придется играть в омикрон вот такие дела а персона 5 персона 5 может быть но просто я я не то чтобы совсем горю но она мне и интересно но я просто не стал бы за нее деньги платить я так скажу стоит ли overwatch 2000 сложный вопрос я бы сказал так если у вас есть друзья которые с вами купят эту игру будут с вами играть в команде потому что и в нее стоит конечно опять же играть в команде тогда скорее может быть стоит вот но а если нет то он не знаю соло может как-то надо есть могут попадаться дебилы в рандомах ну и так далее я не готов говорить уверенно да но может быть чтобы я выбрал персон 5 левов 15 но в 15 просто потому что я финалка фак и мне как бы это все интересно мне еще по ff15 писать кучу текстов и постов тревис уже зарядил бросок мне подсказывает нет нет он ченнелит энергию мира в свой ящичек на самом деле вот здесь можно видеть то что как бы он уносит собой наверно свою душу которая пытается по которой такая пылкая и пытается вырваться наружу и страдает и а он прячет ее от мира в этом ящике и слушает слушает я не играю в сидж да я не играю сидж у меня его как-то нету и плюс у товарищей как-то его тоже нету зато у нас есть overwatch поэтому мы играем в overwatch а покрыв по играм remedy их мало но тоже может быть но я в quantum break не поиграю просто она у меня не пройдет она слишком жестокое по требованиям а хуана я не хочу брать писал рецензию на блатборн не пройдя игру до конца я прошел ее до конца в смысле убил по последнего босса я опционалку не всю сделал и бросилась тех пор не играл вообще вот и ладно в общем спасибо спасибо чату было весело с комментариями потому что без них без ваших комментариев здесь было будет невероятно скучно вот я посмотрю в twitter если вы кинули попробую настроить там ps2 чтобы может быть он пошел нормально у меня с поезда в следующий раз и мне подсказывает что еще не р 2 игры в тираж 2 да я их тоже жду мне они тоже интересны вот так что опять же может быть если мне что-то из этих игр достанется я может быть их постримлю с ps4 если они мне достанутся на ps4 и так далее вот все да спасибо нам спасибо вам спасибо всем кроме тебя трэвис ты мудила до свидания до следующей субботы когда я думаю я буду продолжать это так или иначе если даже ничего не смогу найти и запустить я все равно паспорт посмотрю с комментариями все сценки на ютубе и да все пока пока